Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы ведем наши программы сегодня из радио-центра «Сангейтс». Сегодня у нас вторник. И, как всегда в это время, со мной на связи Анна Ласточкина, которая сейчас находится в Эстонии. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Рита! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада снова быть в эфире! Да, нам очень приятно. У нас сейчас в Чикаго 8.30, ну а в Эстонии где-то, наверное, 4.30 дня. И сегодня у нас пойдет речь на очень интересную тему. Мы затронем тему рода, о том, как вообще, что такое род, почему на нас влияет судьба, как влияет на нас судьба рода, почему рождаются разные дети. В общем, очень много интересных вопросов. Как всегда, Аня очень интересно рассказывает, поэтому мы прямо начнем с самого начала, не задерживаясь. Ну и, конечно же, первый вопрос вообще, Анночка, что такое род? Почему это так важно знать? Дело в том, что род — это такая энергетическая субстанция, это такой эгрегор, который объединяет многих людей, которые имеют к нам отношения. 7 поколений, которые стоят за нами, люди, которые рождались до нас, наши родственники, они так или иначе влияют на нашу судьбу. Больше всего на нашу судьбу влияют наши родители, потом идут бабушки, дедушки и так далее. То есть это такие... Чем ближе к нам родственник, тем больше мы можем ощутить это влияние, и тем больше мы можем отследить. Но прапрабабушки, прапрадедушки и те, кто стоят далеко за нами, они также на нас очень сильно влияют. И мы, находясь здесь и сейчас, в этой точке, тоже влияем на то, какими будут наши дети, наши внуки, правнуки, и также влияем на 7 поколений вперед. Дело в том, что наш генетический материал, он передается. И понятие рода тесно связано сейчас с понятием генетики, исследованием в теме генетики. И известно, что от матери и от отца ребенок берет примерно равное количество генов, равное количество генетического материала, и он похож в равной степени на обоих родителей, на маму и папу. Но что касается бабушек и дедушек, и далее от стоящих родственников, то есть имеется в виду прабабушек, прадедушек, то здесь ситуация гораздо сложнее, и ее связывают со случайностью. То есть человек может случайно унаследовать чуть больше от бабушки по папиной линии, чем по бабушке по маминой линии. И там даже нет такого четкого разделения, потому что сами гены смешиваются. И чем дальше глубже мы смотрим в рот, тем более такая картина у нас размытая получается. Мы не можем себя с конкретным родственником соотнести. Может так оказаться, что наш генетический материал, который сейчас составляет наше «я» и влияет на нас, заставляет нас совершать какие-то события, соотносится с каким-то дальним родственником. И это исследует наука генетика. И сейчас на данный момент есть такие тесты, которые позволяют узнать, с какой стороны мы унаследовали большее количество генов. То есть бабушкины, прабабушкины и так далее. Но это позволяет узнать также гороскоп. Да, в гороскопе на самом деле это картина нашей жизни, это матрица нашей жизни, и там есть определенные карты, дробные карты называемые. В них можно посмотреть, кто мы в своем роду, в каком мы отношении стоим к своему роду, какие у нас задачи перед родом, какие мы генетические таланты можем оттуда черпать, и с каким родственником или с какой стороной нашего рода мы более всего соотносимся. Вот к вопросу о том, что в одной семье рождаются несколько человек, и все эти люди, они разные, и они разные по характеру. Они, конечно, берут от мамы и от папы, но дело в том, что по отношению к своему роду они стоят по-разному, и задачи у них по-разному проявляются. И когда мы посмотрим их карту астрологическую, мы увидим, у нас их отличие задач одного ребенка от друга. И также один из детей может больше питать привязанности к какому-то родственнику, потому что у них сходные задачи, и им нужно получить, одному из родственников нужно передать опыт этому ребенку, или этому внуку. Род — это очень интересно. И изучать род интересно, особенно изучать с астрологической точки зрения. А есть такая практика семейной расстановки, да? Вот мы часто это довольно часто делали, и это так сильно работает. В принципе, в астрологической карте тоже видна связь поколений. То есть можно проследить связь вот семь поколений назад, или там определенное лимитированное количество. И там, конечно, в карте можно посмотреть связь со всем родом целиком, какая она. Потом можно посмотреть задачи по отношению к роду, к какому из членов рода ребенок более привязан, с кем он более соностроен. Можно много всего посмотреть, нужно просто уметь как. На данный момент я этот вопрос очень изучаю, и мы даже изучаем перерождение в роду. То есть по астрологической карте можно смотреть, да, кто, кем вы могли быть из своего рода раньше. Но для этого нужны хотя бы даты рождения членов вашего рода. И у нас есть такие примеры, где это точно математически видно. Но их немного. Это удивительно. То есть если у кого-то есть такие, и даже хочу обратиться, если у кого-то есть, ну, такие, скажем, намеки, да, вот вы чувствуете, что вы вот являетесь вот этим родственником. Ну, допустим, есть какая-то черта, или есть что-то такое, что вас заставляет об этом думать. Можно посмотреть астрологически и это подтвердить. Вот вы можете обратиться, потому что на данный момент этот в стадии исследования, и вследствие того, что нет много материала, невозможно это вынести как, ну, закономерность. То есть два-три примера. А если это будет 10-15, это уже что-то. Бывает часто, что смотришь на семейный альбом, на фотографии, и просто один член семьи, ну, настолько там через несколько поколений просто похож там на прадедушку или прабабушку. И что просто такая связь удивительная, и кажется, вот, вот просто один и тот же человек. Часто даже путают. Да. И есть такое, что... Вообще, вот, есть такое правило, что момент смерти определяет наше следующее рождение. И если вы знаете у родственника момент смерти, можно составить карту на этот момент, посмотреть, что в момент смерти запечатляется последнее желание. Последнее желание, оно смотрится по Луне, по совокупности влияний на Луну. Очень важно, как стоит кармическая ось Раку-Кету в это время. И мы смотрим, скажем, правнука, человека, который родился, вот, перед нами ребёнок. И можно найти определённые закономерности, что да, это он. Ну, это математически видно. Это так просто. Это не что-то, что мы придумываем. Астрология, она что нам даёт? Она нам даёт возможность заземлить нашу интуицию. То есть мы интуитивно что-то чувствуем, а это просто законы, по которым устроен мир. И вот эти законы можно изучать на математических схемах. Это данные, которые не сотрёшь. То есть это очевидно, это ясно. Это можно через будхи, через разум проанализировать. Ань, скажи, мне вот такой вот практически, ну, не практически, живой пример из жизни. Есть одна женщина, у которой брат не родился или погиб при родах. Ну, скорее всего, по-моему, он умер при родах. При родах там что-то неправильно врачи сделали, и ребёнок, ну, как бы, можно сказать, не родился. Или вот, да. Но она вот сейчас планирует иметь ребёнка, и вот у неё всё время такое ощущение, что вот этот её маленький братик должен появиться, вот, перегодиться у неё. Это реально? Это вообще возможно? Или можно ли это увидеть в гороскопе? Это можно увидеть в гороскопе. То есть если она об этом думает, можно подтвердить, да это или нет. Вот так, да. Что действительно получилось, не получилось. Особенно, когда люди сознательно перерождают своих умерших предков, они, скорее всего, это им удастся. На самом деле, да, потому что я тоже этим занималась в своё время. Потому что мысль живущего здесь человека, она велика. И на самом деле здесь у нас, от нас предки того и ждут, чтобы мы их пригласили обратно. Потому что есть недовыполненные желания, недореализованные желания, и всегда приятнее рождаться в своей собственной семье, то есть у своих потомков. Ну так оно закономерно и происходит, потому что мы притягиваемся обратно в эту жизнь своими же желаниями, которые мы недовыполнили. И понятно, что наши потомки, они несут наш геном, а геном это есть не что иное, как наша судьба. И вот так мы перерождаемся в роду. А может быть такое, что это будет, ну я так думаю, что я, в принципе, имею свой ответ, но просто для наших радиослушателей, если это был мальчик, то может быть это душа уже быть, родиться в женском теле, быть девочкой, да? Конечно, то есть для души это просто одежда, которую она надевает, девочка, мальчик. На самом деле даже, по моим ощущениям, идет чередование, потому что у нас есть закон маятника, если мы прожили какой-то опыт в мужском теле, нужно потом прожить этот же опыт в женском теле, потому что мы в мужском теле наделали таких-то дел по отношению к женщинам, теперь нужно со стороны женщины посмотреть на эти дела, ну вот как бы по-другому. И вот таким образом душа эволюционирует. Да, да. Ну хорошо, а тогда мы продолжим о том, почему рождаются разные дети, и как же, почему вот есть любимчики, дети, братья, сестры бывают настолько разные в семье, что это просто кажется, что они не могут быть родными, но они являются родными, а судьба у них совершенно разная, и их задачи совершенно разные. Да, это объясняется тем, что они находятся под влиянием разных родовых сценариев. Род — это очень большая субстанция энергетическая. Там очень много человек, даже если мы смотрим только наших прабабушек, прадедушек, прапрабабушек, это много, 164 человека, по-моему. И, кстати, в род также входят люди, которые нанесли ему очень большой ущерб. То есть почему? Потому что у этих людей перед родом возникает долг, а долг нужно как-то искупить. И перерождение в роду или даже извне может прийти человек и родиться у вас ребёнком, который потом будет вам много всего хорошего делать. Это может быть тот самый неприятель, который доставил очень много хлопот к какому-то из... когда-то вам в прошлом, скорее всего. Это понятие называется рна-ну-банха или рина-ну-банха на санскрите. То есть все мы связаны долгом с кем-то. То есть мы кому-то... Чем больше мы с человеком взаимодействовали, если он нам отдал энергию, то у нас возникает перед ним долг обязательно. И самая сильная, вот эта рна-ну-банха, она возникает внутри семьи. Потому что когда у нас рождается ребёнок, у нас, у ребёнка автоматически возникает долг перед матерью, долг перед отцом. Потому что они его кормят, они его одевают, он сам не умеет ходить в туалет. То есть они всё равно для него что-то делают. И вот то, что они для него делают, это наша прорабдха называется. Мы как только тут родились, мы уже сразу в долгу перед нашими родителями. Автоматически. И поэтому, почему во всех культурах нужно почитать родителей? Потому что вы при жизни уже отдаёте им тот долг, который они вам отдали эту энергию. Даже то, что мама вас вынашивала внутри живота, что она вас рожала, это тоже уже долг получается. Потому что она терпела боль, она терпела, уж не говоря о том, что она не спала ночами, не спала ночами и кормила, ну и так далее. И очень сильно изменила судьбу ради вас. То есть получается, что долг к матери, он один из самых сильных. Также долг к отцу, конечно же. Поэтому мы и перерождаемся. И вот почему мы выбираем старший человек в семье, который мы уже, ну который, скажем, уже в статусе дедушки, бабушки, может быть, прадедушки, прабабушки, он очень нежно относится к своим внукам. Задача уже по отношению к внукам, правнукам она другая, взгляд на них другой, это не дети. Потому что, скорее всего, кто-то из этих правнуков и внуков родит и будет нянчиться с этим умершим прадедушкой или прабабушкой. Их дети родят. И бывает так, что они выбирают кого-то и как-то трепетно, более трепетно относятся. Это первый признак того, что вот она, случилась связь. И бабушка или дедушка стараются как можно больше дать этому ребёнку, но за этим есть определённая выгода тоже. Но они, наверное, этого не осознают в тот момент. Да, это неосознанное желание, это неосознанная тяга почему-то к этому человеку. И потом получается, что рождается ребёнок у этого правнука или внука, который очень похож на дедушку или на бабушку, на прабабушку, на этого члена семьи, который испытывал особый трепет. Да, такая закономерность есть. Если бабушка или дедушка хотят сделать гороскоп на внуков, это возможно? Да, конечно, это возможно. И даже очень интересно проследить, но при этом, вот эту связь между внуком и бабушкой, и у внука посмотреть, насколько бабушка вообще генетически на него влияет. Это тоже, может быть, он совсем с другой стороны рода взял часть тоже. Это тоже интересно знать. Это ещё важно, потому что сама бабушка формирует в ребёнке, смотря с какой стороны, конечно, бабушка, ну, мамина мама, мы возьмём мамину маму, она формирует в ребёнке умение общаться с миром окружающим. Так получается, так устроен гороскоп, что седьмой дом гороскопа, дом, который означает других людей, нашего супруга, которого мы потом будем выбирать, или супругу, это одновременно дом бабушки по маме. То есть бабушка по маме, она формирует этот образ, и она формирует даже его бессознательно через общение со своим мужем, с дедушкой. Будущего супруга? Или супругу, да? Она, сама бабушка, общается со своим мужем, с дедушкой. И вот этот вот паттерн, который между ними, вот эти роли, которые они проигрывают, если девочка за ними наблюдает, за этими ролями, то она их сразу автоматически впитывает и переносит на окружающих мужчин, на окружающих даже в большей степени, чем мама с отцом общается. То есть вот здесь вот такая есть закономерность. И бывает, конечно, что мы вообще не общаемся с бабушкой по матери, тогда всё это предоставлено случаю. Ну, как сформируется, ну, в случае, другим людям. Другая среда тоже формирует у нас представление. Но вот у бабушки именно эта роль. У бабушки по маме. У бабушки по папе. Роль... Это 12-й дом гороскопа. У неё роль... Она всё время больше как-то на отдалении находится по отношению к ребёнку. Бывает. Ну, такое часто. Это закономерная жизнь. Бабушка по маме, она где-то рядом с ребёнком. А бабушка по папе, она может быть где-то дальше. Часто так и бывает. И она больше... Ну, её роль формировать такую связь с родом, с отеческим родом. То есть поддерживать статус отца. Потому что 12-й дом – это дом рода. Развивать в ребёнке вот такое вот умение видеть всё в общих чертах. Читать ему очень волшебные сказки. И какие-то вещи рассказывать по 12-му дому. Умение бескорыстно отдавать энергию. Её роль вот такая. И нужно посмотреть. На самом деле в каждом случае мы смотрим, какая вы бабушка, во-первых. Ну, по отцу или по матери. Насколько ребёнок от вас берёт. И что он берёт. Что вы можете сделать. И какая у вас задача. Это надо смотреть каждый гороскоп в отдельности. И очень важный момент, что при этом нельзя перепрыгивать через маму. Потому что у нас, если мы приставим дерево, растущая, и вы, скажем, ствол у бабушки. Есть ветка, а есть листочек. И чтобы дотянуться до листочка, до своего внука, вы никак не минуете эту ветку. И нельзя нарушить этот закон. И если мы хотим дотянуться до своих внуков и что-то им хорошее передать, то нужно сначала делать это через детей. Не с тем, что мы спрашиваем разрешение у детей. И дети наши. Я ещё, конечно, не бабушка. Мы говорим о наших детях. У меня есть только дети. Но я готовлюсь к тому, что сейчас я детей контролирую, как мама. У меня есть определённые задачи по отношению к ним. И мы близко общаемся, мы взаимодействуем. Но когда я буду бабушкой, то есть здесь мой поезд ушёл уже, можно сказать, в том, чтобы я так очень близко с ними общалась. Я теперь смотрю больше издалека. И на том, как ведут себя внуки и как между ними происходит связь с мамой, я даже анализирую свои, скажем, ошибки, недочёты, которые я сделала. То есть бабушка – это уже такой аналитик. Она смотрит на всё. И она вот ретроспективна. А почему вот у них так отношения выстраиваются? И нужно посмотреть, а что вы делали со своим ребёнком, что привело к тому, что теперь с внуком у них так отношения выстраиваются? То есть она уже больше мыслит. И, конечно, никакого там не должно быть напора от бабушки по отношению к внуку, потому что всё, там уже есть мама, которую никак не обойдёшь. То есть надо спросить разрешение у родителей, прежде чем, допустим, что-то сделать для внуков? Или там, как? Можно ли мне там взять? Ну, естественно, конечно, у родителей спрашивают разрешение. Можно ли взять детей, внуков на прогулку или там купить им какой-то подарок, да? Ну, это может быть не так, что это в виде такого формального разрешения. Когда отношения между мамой и дочерью хороши, они всегда найдут общий язык. То есть если вы хотите наладить отношения с внуками, то надо это делать через родителей. То есть отношения с родителями – это хороший залог хороших отношений с внуками, чтобы не было вот этой конфронтации. Потому что внуки потом тоже будут, когда с родом своим связываться, они будут связываться через маму, а потом уже через бабушку. Невозможно перепрыгнуть через маму. То есть там будет закрытая энергия рода. То есть листочек, который растёт на ветке, эту ветку. Если бабушка будет рубить ветку, то она срубит одновременно и листочек. Вот так. Да, вот скажи, пожалуйста, в принципе у нас есть как бы два рода, по сути. Род мамы и род папы, да? Можно ли это проследить? Есть ли какая-то закономерность, какой род больше влияет с маминой стороны или с папиной на ребёнка, на продолжение рода? Да, можно это сделать с помощью астрологической карты. Так, что сразу не скажешь. Конечно, можно это сказать просто в семье. Ой, я чувствую, что я как-то больше из папиного, из маминого, да. Иногда бывает, что эти роды, они сами пересекаются между собой где-то там. И даже не скажешь, кто к какому. Но есть, да. Это тоже не случайность, скорее всего, что родители, да, вот такие. Есть кармические браки. Это, конечно, тоже видно из гороскопа. Да, это такая интересная дробная карта показывает Д12. Она называется Сурьямши или Два Дешамши. Она показывает нашу истинную суть, нашу родовую суть, принадлежность вот эту к роду. И отношения с родителями по ней анализируются. И там же можно видеть, какой род, ну, какая сторона рода сильнее. Вот есть в самой карте Солнце, а есть Луна. Вот, допустим, вы можете сравнить даже силу двух этих позиций. Если, например, Луна очень сильная, то, значит, материнские фигуры в вашем роду, но это имеется в виду род весь, и по маме, и по папе, они очень такие влиятельные. Бывают такие вот, например, Луна экзальтирует в Д12. Это значит, что женщины брали на себя обязанности, они были заземленными, у них стабильный, практичный ум, они умеют накормить, воспитать и так далее. Ну, при этом слабое Солнце. И слабое Солнце, это значит, что мужчины в этом роду, ну, скажем, садились на шею женщины и ехали. Вот так. То есть энергии Солнца там мало. То есть, ну, или можно еще такой анализ провести. Девочка собой представляет сочетание двух энергий. Женщина, вот взрослая женщина, Луны и Венеры. Луна – это энергия, связанная больше с материнством, с заботой, с опекой, с умением накормить, позаботиться, и со стабильностью ума. Женщина связана Луна. Венера. Венера – это больше женщина-красавица, женщина-любовница, которая умеет общаться в обществе. Она достаточно социально адаптивна, если не усиленная Венера. Ну, и она привлекает поклонников. И вот мы в одном из исследований нашли, что в карте женщин, у которых проблемы с мужчинами, вот в этой самой Д12, в карте рода, есть очень большой перепад энергии между Луной и Венерой. И мы выяснили, откуда идет проблема. Дело в том, что женщина может делать упор только на лунную свою часть. Вот, кстати, в семьях, где вот мамы были такими заботливыми, такими сильными, красивыми матерями, при этом энергия Венеры отрицалась, Венера в падении, или Венера в очень таком, в раке, скажем, не очень сильные позиции, то получалось, что эта роль вытеснялась. И теперь, ну, это семьи типичные. Типичная проблема этих семей, это мужчина, который ходит налево. Вот, они потом формируют такие семьи, потому что они делают упор на Луну, все должно быть в доме аккуратно, чисто, все накормлено, я все сделаю, должно быть достаток, но при этом вот этой энергии легкости, которая идет от Венеры, ее нет, потому что она отрицалась в семье. То есть вот эти все взаимосвязи, они очень интересны, в каждом конкретном случае можно найти, откуда проблема идет. У нас есть такое понятие, как родовая установка. И вот эти родовые установки, они считываются, смотрится, в каком отношении человек стоит по отношению к роду, какой талант он оттуда может брать. Естественно, в роду у нас очень много способностей. Вот есть такой эксперимент, самый простой эксперимент с мышами, часто о них говорят. Эксперименты на мышах. Если мышь посадить в лабиринт, она пройдет его, скажем, за 20 минут. Потом она родит потомство. Это потомство посадить в лабиринт, они там чуть быстрее ориентируются и уже пройдут за 15 минут. И они там будут долго его проходить. Уже приобретут навык быстрого прохождения и еще дадут потомство. Это потомство вообще может сразу интуитивно ориентироваться в этом лабиринте. Так передаются навыки через наш геном, через то, что мы унаследуем от предков. И у нас за нашими плечами стоит 7 поколений, что они только уже не делали. И в нашей карте астрологической прописан наш талант, то есть та дверь, которая нам открыта в этом геноме. То есть что-то они уже такое делали много-много раз, и мы это тоже уже умеем, мы это практически несем в себе. Так открывается... Но только мы не знаем об этом. Часто так бывает, что мы об этом не знаем. Это нужно открыть. Потому что мы не пробовали никогда, да? Бывает такое, да. Но на самом деле детство ребенка очень сильно похоже на то, где его стоит кету. Кету это... Этот родовой талант показывает хвост кету. Очень похоже на то, что представляет собой кету в его Д-12. Обычно находятся люди, которые подсказывают, он все-таки рождается в какой-то определенной семье. Ну вот, скажем, этот пример приведем. Я уже скажу про себя. А если кету стоит в близнецах, то человек рождается в той обстановке, где очень много информации вокруг. То есть вот это вот одно из условий. Просто так не родится у каких-то случайных родителей. Он родится у тех, у кого будет способность открыть ему этот талант. Либо ему подскажут, либо что. Но в моем случае это вообще были не родители, а бабушка и дедушка. Поэтому я среди них и росла. У меня как раз они... У них много близнецов в своих картах. И дедушка там хирург, он симпозиумы ездил, и все прочее там. У него очень много материалов «Наука и жизнь», «Астрономия» он заинтересовался. Когда я родилась, мы звезды изучали. То есть вот это... Очень много информации вокруг. И бабушка-учительница русского литературы. То есть это все там поэзия. И ребенок, он все равно оказывается в этой среде. Это его прорабха карма. То есть карма, которую он не избежит. Он специально рождается в этом роду. И можно подсказать. Мы и так это делаем, но чтобы было это еще более осознанно, эффективно проходило. А можно по астрологической карте подсказать, кто из родителей или кто из бабушек, из дедушек, из окружения откроет этот родовой талант. Потому что в моем случае моих родителей нет. У них вообще нет близнецов. У них другие энергии, они другими делами занимались. Не те литературно, а такие научные вещи, которые мне были нужны. А вот бабушка-дедушка очень сильно в этом плане повлияли. Вот как интересно. Поэтому вообще я думаю, что это очень важно, сделать гороскоп именно на детей, чтобы понять, какую сторону их направлять, развивать. И дети будут приносить плоды и рода, будут показывать их наяву. Ну что ж, это очень было интересно. Спасибо большое, Аня. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь к нам на канал YouTube, и тогда вы будете получать самые свежие записи, все самое новое, всю новую информацию. И у нас все выставлено, все записи будут выставлены на Facebook, на SunGate Radio страницу. Вот. И если есть желание обратиться за консультацией к Ане, тоже, пожалуйста, пишите нам на нашей страничке, на канале, на YouTube, на Facebook. В общем, я думаю, что нас найти непросто. Наша сайт SunGate Radio, где, я надеюсь, все сейчас нас и слушают, sungatesradio.com. И что ж, мы сегодня прощаемся с Аней. Большое спасибо за такую интересную информацию. Вот. Ну что ж, всем всего доброго, хорошего дня, хорошего настроения, и увидимся с Аней в следующий вторник. До свидания, до встречи. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»